Всем привет! Сегодня поговорим о том, каким должен быть корм для хомячка. Я знаю, что меня смотрят не только в России, Украине, Белоруссии, но и в других странах. Мне пишут из Португалии, Америки, Казахстана, Италии. И почти все задают один и тот же вопрос. Можно моему хомячку такой-то или вот такой-то корм? А каким кормом ты кормишь своего хомячка? Скажу сразу, я пока не спец по джунгарикам, поэтому мой рассказ будет про корм для сирийского хомячка. Когда я уже сама разберусь с кормлением своего джунгарика и буду считать, что уже хорошо в этом разбираюсь, я поделюсь своими мыслями с вами. А пока поговорим о том, как правильно выбрать корм для сирийского хомячка в магазине. Я считаю, что идеальных кормов покупных не бывает. И поэтому их надо обогащать, чтобы они были полноценными. А чтобы помочь вам при выборе, я составила список тех ингредиентов, которые должны быть в корме. Первое. Пшеница. Здесь все просто. Она есть практически в любом магазинном корме. Второе. Проса желтая. Его можно найти также в любом корме. Иногда даже слишком много. Третье. Проса красная. Оно тоже должно быть обязательно. Чем отличается от желтого? Калорийностью. Но не всегда есть корма, в которых присутствуют оба этих проса. Чаще только одно. Четвертое. Овес. Хочу обратить внимание, что овес я предпочитаю очищенный. Поскольку с овсом в шелухе есть риск, что хомячок, складывая его за щеку, может поранить себе за щечный мешок. Что часто приводит к воспалению не только самих мешочков, но и в итоге глаза. Пятое. Ячмель. Шестое. Сафлор. Седьмое. Рожь. Очень полезная, но, к сожалению, не всегда производители добавляют ее в корма. Восьмое. Сарго. Девятое. Гречка зеленая. Не обжаренная. Это просто клад витаминов и минералов и хороший иммунитет хомячка. Десятое. Подсолнечник. Его хомячки просто обожают. 11. Тыквенные семечки. Защита от паразитов 12. Кукуруза. Хорошо если плющеная, поскольку хомячки в обычной выгрызают только светлую, более мягкую часть, а остальное не грызут И получается выбрасываем большую часть семечки 13. Горох. Подойдет только плющеный зеленый. С обычным желтым хомячки не справляются, слишком твердый 14. Это основная составляющая. Что хорошо бы иметь в корме дополнительно? Или то, что вы сможете докупить на рынке, в магазине или в аптеке самостоятельно? 15. Сеньгайское просе. Его продают многие производители кормов. Оно идет как корм для попугайчиков, но очень полезно хомячкам 16. Второе. Японское просе. Есть в некоторых кормах. Купить отдельно сложно, но возможно 17. Третье. Чечевица. Есть в каждом продуктовом магазине 17. Четвертое. Полосатые семена. Похожие на наши семечки. Продают в Ашане и других магазинах. Часто бывают в корме от производителя 17. Чем я еще обогащаю корм? Семенами трав. Их можно купить в магазине или в аптеке. Их должна быть 1 восьмая часть от всего корма. Для этих целей подойдет. 1. Семена льна. 2. Конопляное семя. 3. Рапс. 4. Кунжут. 5. Мук. 6. Коноречное семя. 7. Семена клевера. 8. Семена расторопши. И другие семена сорных трав и овощей. Достаточно будет 5 видов. Только не покупайте в магазинах семена овощей для посадки. Их обрабатывают специальными смесями, которые могут навредить вашему питомцу. Идите в аптеку, к бабушке на рынок. Можете сами выбирать семечки из огурцов, помидоров, кабачков. Замечательно, если корм будет дополнен засушенными травами и цветами. Только при выборе этих трав и цветов обязательно обращайте внимание, не ядовиты ли они. Подойдут лепестки садовых роз, календулы, ромашки, клевера. В идеале корм должен быть дополнен белковыми элементами. Камарус и зафобос можно купить в отделах для рыбок. Их можно давать 2 раза в неделю. Итак, мы выделили 13 основных компонентов, которые должны быть в корме. Давайте проверим, есть ли они в корме Витен. Вот такой вот прикольный корм Витен. Сейчас мы его высыпем на листик и посмотрим, что в нем есть из вышеперечисленного. Вот, я разобрала корм и выбрала все, что здесь есть. Теперь сверяем со списком. Первое. Пшеница. Есть. Второе. Просто желтая. Есть. Третье. Просто красное. Есть. Овес. Есть. Ячмень. Есть. Сафлор. Нет. Рожь. Нет. Сарго. Есть. Гречка. Есть. Подсолнечник. Есть. Тыква. Нет. Кукуруза. Есть. Кукуруза. Нет. Как бонус в корме присутствуют кара, арахис и разные воздушные семена злака. Плюс хлопья кукурузы и овса. Этот корм, конечно, требует дополнений, но мне он нравится. Я надеюсь, что мое видео помогло вам хотя бы немного разобраться в кормах. В следующих видео я буду разбирать другие доступные мне корма. А вы в комментариях пишите, какие корма продаются у вас и какие у них составы. А также, что вы думаете о их качестве. Самые интересные комментарии я покажу в видео и передам привет автору. Ну а вы не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Ну а всем хома пока и до встречи в следующем видео.